Здравствуйте! Реавремен продолжает онлайн-трансляцию в студии Купола Елены Гулевских. И мы находимся в самом эпицентре Международного научно-промышленного форума «Великие реки». И сейчас у нас в гостях Сергей Викторович Малиновский, генеральный директор фонда «Нижегородский Кремль». Здравствуйте, Сергей Викторович! Здравствуйте, Елена! Вот буквально, как получилось у вас в жизни с корабля на бал, вы приехали из Франции, из Орлеана. И расскажите, пожалуйста, почему вы туда ездили и с какими новостями вы приехали, учитывая, что вы как руководитель фонда «Нижегородский Кремль», но занимаетесь достаточно большим количеством проведения, большого количества мероприятий. мероприятий достаточно известных. И вот более подробно, с чем ваша деятельность фонда «Нижегородский Кремль» была связана и с поездкой во Францию. Отчего она состоялась? Да, с берегов реки Уары на берега Великой реки Волги. Собственно, в этом году мы продолжаем тему, начатую в прошлом. Это установление параллелей между национальными героями Кузьмой Мининым и Жанной Дарк. Так, тема в том году уже получила широкое такое звучание. У нас появился фильм Кузьма Мининым и Жанна Дарк, аналоги телекомпании на НТВ сняла. У нас установились контакты с Ролианом, с мэрией, с посольством России и Франции. И в этом году по поручению правительства я возглавлял рабочую группу, которая, собственно, и продолжала развитие этой темы. Тем более, надо учесть, что этот год особый для нас. Это год 400-летия подвига Нижегородского ополчения. А во Франции это особый год. Это год 600-летия со дня рождения Жанны Дарк. Поэтому у них, собственно, такая широкая программа. И даже в Ролиане этот год объявлен Гондом Жанны Дарк, как у нас в том году был Гондом Минина. В этом году Гондом Минина и Пожарского. Поэтому вот была очень насыщенная такая, сжатая программа. Мы вышли с предложением французской стороне. Участие молодежной французской делегации из Ирляна, из Франции у нас в лагере «Взлет», который состоится в июле месяце. Участие этой делегации поднимет статус лагеря до международного. Хотя у нас очень насыщенная и сама внутренняя программа, помимо нижегородцев, в лагере будут принимать участие представители 11 регионов России, связанных с историей подвига Нижегородского ополчения 1612 года. Давайте напомним нашим пользователям, что школа общественного моделирования «Взлет» начнет свою работу в начале июля. И это будет пятая, или шестая по счету школы. Это будет пятая школа. И уже международная. Да, это основная часть на берегу Югитроца, на взлетной полосе, которую построил Ростислав Евгеньевич Алексеев, недалеко от вочины князя Пожарского Дмитрия Михайловича Силопорих, рядом с музеем Валерия Павловича Чкалова. В общем, уникальное место, которое все эпохи, все российские и знаковые таких людей, личности объединяет. Вот в этом, я считаю, что одно из главных таких преимуществ расположения школы, сам дух того места нас заставляет обращаться к нашей истории, к нашей славе. Вот сейчас вы побывали во Франции, в Орлеане, и сказали о том, что, вероятнее всего, лагерь «Взлет», школа общественного моделирования станет международной. В этом году мы празднуем 400-летие ополчения, во Франции 600-летие со дня рождения Жан-Д'Арк, взаимосвязь вот дата. И если смотреть вашими глазами на нынешнее поколение, почему вот такие исторические даты, почему такие исторические подвиги сегодня, на ваш взгляд, должны непременно являться таким примером ярким для нашего поколения? Да вы знаете, Лена, не только сегодня. Мне кажется, знание своей истории, гордость за свою страну, за свою историю, оно для всех поколений во все времена было главным событием. Когда это как-то поднималось, страна жила, расцветала. Когда это уходило из обвения, мы знаем, что мы несли большие колоссальные потери. И интеллектуальные, и материальные, и духовные. И сейчас вот те даты, которые у нас есть, тоже 400-летие ополчения, 200 лет Отечественной войны, 75 лет перелета Валерия Павловича Чкалу через Северный поле, это просто заостряет наше внимание. На тех личностях, на тех высоких личностях, которые прожили жизнь и показали, как, собственно говоря, преодолевать все эти препятствия, как все-таки идти к намеченным целям. Да, на тех героях, которые и созидали, и защищали нашу цивилизацию. А мы часть ее, и мы ее продолжение, вот, равнение на лучших. Впереди великолепное событие. Я вот сейчас посмотрела в интернете, 20 мая у вас состоится седьмой по счету пробег, дорога Минина. Я знаю, что заявки на этот пробег вы принимаете уже заранее. Какое количество уже зарегистрировалось участников пробега? Можете сказать? Вы знаете, действительно, это же седьмой велопробег, который фонд Кремль проводит при поддержке правительства Нижегородской области. И в этом году у нас действительно то, что должно быть год 400-летия, на сегодняшний момент у нас зарегистрировано уже свыше 700 человек. Подали заявки, подали размеры своих майк. То есть каждый год у нас, как головный южник, становится все длиннее и длиннее. Да, мы думали в том году 560 человек, это ой-ой. А в этом году уже сейчас свыше 700 заявилось, и еще у нас два дня регистрации. 17 и 18. 18 мы заканчиваем регистрацию участников велопробега. Ну, это такой своеобразный рекорд, и я, конечно, очень рад этому. Как вы считаете, почему люди стремятся попасть в число участников велопробега дорога Минина? Ну, знаете, во-первых, уже седьмой велопробег. И за эти шесть велопробегов он получил свою репутацию. Из уст в уста. Это нормально, это интересно. У нас, нам вместе. Мы вместе. Вот, вы знаете, главное то, что вместе. Вот это чувство коллектива, когда единая колонна из сотен людей, и, в общем-то, довольно трудный процесс идет, движение. И он происходит, он удается. Сколько километров, кстати, вот такое движение происходит? Пробег у нас 62 километра. 62. Ну, это достаточно расстояния, чтобы подумать о том, какая твоя физическая подготовка, и можно ли доехать до финиша вместе со всеми. Ну, конечно, люди разной подготовки. Это не профессионалы, это любители разных возрастных категорий. И вот 18-ти, и вот сейчас у нас зарегистрировался самый старший участник велопробега. Ему 64 года, 65-й год. Вот. Ну, конечно, мы... У нас будут и автобусы, и машины, и эвакуаторы. Если человек устал, если немножко не рассчитал свои силы, он может передохнуть какую-то часть маршрута, или у него что-то сломалось. Мы тоже эвакурируем, это же велосипед. То есть мы своих не бросаем. А как выглядит финиш? Это определенная точка, это определенные мероприятия, события. Понятно, что это разговор, взаимодействие, общение, это передача эмоций. Знаковый разный этап. Конечно, знаковый этап – это старт, площадь народного единства. Да, это возложение цветов на могилу Кузьмы Минина. Потому что велопробег у нас посвящен Дню памяти гражданина Минина, который отмечается 21 мая. И велопробег мы проводим в ближайшее воскресенье. Вот в том году, 21 мая совпало с воскресным днем. В этом году 21 мая – понедельник, поэтому мы 20-го проводим велопробег. Ну, этапы – это Архангельский собор, это площадь народного единства, это площадь славы, где сормовские танки стоят. Это своеобразный наш такой финиш – это балахна у памятника Минина на площади Минина. Ну, и для людей, конечно, запоминается такой, знаете, важный этап, как привал в лесу, где у нас уже развернуты полевые кухни, гречневая каша, тушенка, чай горячий, происходит общение, есть спортивный инвентарь. То есть вот… Вы знаете, если говорить об экологии, одной из тем – форум «Великие реки», я непременно сейчас хочу вспомнить в нашем разговоре, как выглядит летняя школа общественного моделирования на берегу реки Тросса, да? Все-таки какой это экологичный лагерь? Если смотреть… Стараемся. Вот вы же тоже заботитесь не только о том, как пройдет в целом это мероприятие, как школа общественного моделирования, да, в течение 10 дней, там, да? Ну, и как еще сохранить окружающую среду, как нужно прожить эту жизнь в течение этих дней, так, чтобы не помешать экологии. Вот это вас заботит как личность, как человека? Лен, конечно, мне кажется, не только в этих дней. Это, наверное, вся жизнь, человек, вот этот лозунг «Не навреди!» Если можешь что-то сделать лучше – сделай. Но «Не навреди!» – это должно быть основой, прямо написанной большими буквами у каждого перед внутренним взором. Сейчас, если говорить о предстоящем лагере «Взлет», о международном, если будут принимать участие в этом лагере французы, то что бы вы хотели показать, как генеральный директор фонда «Нижегородский Кремль» тем участникам взлета, которые примут участие в этом проекте? Нет, ну я бы сказал, это замечательное место, оно интересно и нашим соотечественникам, оно также интересно и французам, потому что это люди, очком мы говорим, это люди-бренды. Может, они не больно их знают, потому что, когда мы приехали, да, Москва знаем, Санкт-Петербург так, а где такой Нижний Новгород, порой у них возникает очень такое большое удивление. Хотя наш город-то какой по размерам, и в весовых категориях он гораздо весомее того же Орлеана, скажем. Ну я вот как раз хотела более подробно у вас спросить про все-таки те мероприятия, которые будут проходить на берегу реки Троса, вот во время этого лагеря. Это пешеходные походы, это водные походы, да? Да, вы же были, мы с вами вместе, сколько уже ни один взлет прошли вместе. Но наши пользователи не особо знают. Может быть, что-то будет новенькое? Может быть, что-то будет такое? Нет, новенькое у нас будет развиваться тема, которую получил благословение Святейшего Патриарха Кирилла, это экспедиция русской цивилизации. Вот мы будем отрабатывать ее технологии, мы будем, уже в том году мы начали готовить карту, карту Нижегородской области. Вот об этом хотелось сейчас как раз поподробнее поговорить. Сейчас мы хотим итогом этого нашего лагеря, чтобы у нас все-таки появилась интерактивная карта, мы ее называем русской карты, карта Чикаловского района. Наша цель к 2014 году сделать такую карту Нижегородской области, где будут отвечены места, связанные с жизнью, деятельностью людей, которые созидали, защищали нашу цивилизацию, нашу страну. Вот на это будет у нас делаться основной акцент. И, конечно, то, что у нас появляются наши партнеры, наши участники лагеря из других регионов, это дает возможность нам вот эту идею уже более широко запустить уже и в российском масштабе. На форуме «Великие реки». И мы работаем там активно и с русским географическим обществом, вот, и также техническую поддержку нам оказывает и компания «Интел». То есть вот идея получает развитие. Я хотела более подробно сейчас коснуться вашего проекта, замечательного проекта «Идея русской цивилизации». Вот вы сказали интерактивная карта Чикаловского района, к 2014 году уже карта Нижегородского района. Нижегородский области. Это просто необходимый проект, на мой взгляд, на времена, не только на сегодняшний день, а и на будущее. Если, например, окунуться, то какими глазами, то как я увидел этот проект, ведь команда русской цивилизации, это студенты, это молодежь, они посещают все родники, исторические места, соборы, храмы, какие-то вот такие места, связанные с определенными историческими датами. И это достаточно очень интересная работа. Как много людей сейчас принимают вот в этом проекте русской цивилизации, или как много присоединяются. Вот какое внимание со стороны молодежной аудитории к проекту русской цивилизации? Ну, я бы сказал, что еще проект на подъеме. Перед нами стоит большая задача именно, как возбудить этот интерес, как его поднять. У нас в проекте задействованы все наши вузы в Нижегородской области. А вот как вот эту задачу мы будем решать вместе? Потому что, конечно, нужен неформальный подход, и нужно желание людей участвовать в этом. И нам понять же, опять, это не для наших предков это нужно, они свое дело сделали. Нам понять, что же это были за люди, которые нам оставили вот такую страну, от океана до океана. Вот через этот проект, может быть, мы и найдем, и поймем это. Именно вот в интерактивной форме. Не просто человек будет книжки листать, хотя это очень нужно, и через тот материал, который он получает, и в книгах, и в других средствах информации, и строится этот проект. Но вот как он сам, где-то ножкой пройдет, увидит вот это место, вот здесь вот тот и был, вот такой-то человек. Скажите, пожалуйста, как человек, неравнодушный к парусному спорту, опять же, вспоминая, какой великолепный вид на реке Тросса, когда впадает река в Горьковское водохранилище, какое количество можно увидеть парусных судов там на воде. И те участники школы общественного моделирования, студенты, они также принимают участие и в парусном освоении. И будет ли вновь, увидим ли мы паруса? Ну, конечно, обязательно паруса увидите. И студенты, которые через лед приобщились к парусному спорту, так же и в этом году будут. Это еще одна ваша забота, это еще стремление ваше как-то расширить границы познания для младых людей, которые принимают школы общественного моделирования. Парус – это в первую очередь романтика, это полет души. А если у человека есть полет, то он реализуется в любых других формах жизни, куда он попадает. Кроме того, чтобы человек не был равнодушен, чтобы у него был полет в душе. Под парусом мы прошли достаточное количество миль водных. И можно буквально в двух словах сравнение, как у нас берегут природу в России, на Горьковском водохранилище, и как там за границей, учитывая, что вы были на международной парусной неделе в прошлом году. Вы знаете, мне больше даже вспоминается, вот буквально двухнедельный такой, когда мы ездили в Финляндию, понимаете, вот едем к пропускному пункту границы, и все дороги, все обочины завалены мусором. Кошмар. Как только мы перешли этот пропускной пункт, ну нет ничего, чистая трава. Пусть там земля, там просто природа. Вот это просто кольного в сердце. Что же мы? Да и что нам говорить про Финляндию? Вы выйдете на наши откосы, там, где мы отдыхаем, где мы любуемся нашими видами, мы же тут же и гадим, извините, по полной. Вот нам надо и подумать. Я не думаю, что наши предки вот так делали. Поэтому они и дошли до Тихого океана. А тот, который не может обеспечить свою жизнь здесь, ему... Ну, я думаю, что как раз тема экологии, она тоже непременно будет... То, что у нас действительно проходит в Нижнем Новгороде, уже стали традиционные такие формы, великие реки, которые, в общем-то, тема экологии превалирующая, главная тема, для моего, в моем понятии, это важно, важно работать на сознании. То, что мы лидеры здесь, наш регион, ну, что же, это... Ну, нижегородцы держат марку. Позвольте на этих словах завершить с вами беседу в студию Купола. Буквально через несколько минут у нас будет несколько другой гости. И я очень рада, что вы так подробно рассказали о том, как будет праздноваться 400-летие ополчения имени Пожарского, о том, какая будет школа, летняя школа общественного моделирования в июле. И, в целом, впереди у нас велопробег. Удачи вам, как организатору. Да, приглашаем всех на велопробег и все мероприятия, которые у нас будут. Спасибо, всего доброго. Студия Купола была Елена Гулевских. И на вопросы отвечал Сергей Викторович Милиновский. Спасибо. Спасибо. Спасибо.